Ну это вообще типичный скандинавский, между прочим, домик на самом деле. У него и планировка скандинавская, две комнаты по бокам, а в центре, ну, прихожая. И рубка даже у него лафетная, не наше, не круглое бревно, а стесанное. Ну да, типичный местный домик. Не среднерусский, а местный. Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала. Сегодня моя третья лекция про Санкт-Петербург. Представление большинства людей, Санкт-Петербург – это город, дворцов, набережных и классических ансамблей. Это, конечно, так, но классические ансамбли – лишь часть его сущности. Петербург всегда был крупнейшим и передовым промышленным центром Российской империи. Именно промышленность была основой процветания города в XIX веке. Первые мануфактуры Петр I учреждал одновременно с основанием города. Это были предприятия, работающие на войну. Адмиралтейские верфи, на которых строились военные корабли, канатные и смоляной заводы, галерный двор в устье реки Мойки, пушечный литейный двор – будущий арсенал, октинские пороховые заводы, оружейный завод в Сестербеке, теперь в Сестровецке. На западе Васильевского острова была заложена галерная гавань. С ростом города учреждались заводы для производства еды и товаров для бытовых нужд. На Выборгской стороне открылись восковой, сахарный, кожевинные заводы. Были основаны монетный двор и производство гербовой бумаги. Когда город стал столицей, начали развиваться предприятия по производству предметов потребления и роскоши для императорского двора и верхушки общества. По приказу Елизаветы Петровны был основан фарфоровый завод, а по приказу Екатерины II Потемкин на территории своего имени Озерки учредил стекольную мануфактуру. В XVIII веке императорская, то есть государственная власть, была инициатором открытия мануфактур, финансировала их, приглашала иностранных специалистов для организаций инновационных для России производств. Заводы сразу обрастали слободами рабочих, становились эпицентрами, от которых начинали расти будущие городские районы. Рядом с Адмиралтейством появилась Морская Слобода, где селились рабочие Адмиралтейства. Литейный двор находился напротив летнего дворца Петра I, на другом берегу Фонтанки. В Слободе рабочие жили рядом, в Литейной и Пушкарской Слободах. От Литейного двора до Большой перспективной дороги, то есть Невского проспекта, была прорублена прямая просека. Она стала Литейным проспектом. В Слободе рядом с Галерной гаванью проживали служители, галерные офицеры, матросы и мастеровые. С 1760-х годов в рамках действия нового градостроительного регулирования различные мастерские склады, которые загрязняли воду и представляли пожарную опасность, начали выводить из центра города, а новые производства строить в центре запретили. Так начался непрекращающийся процесс вытеснения предприятий из центра, шедший параллельно с ростом города. На запад Васильевского острова, за границу города, были приведены сальные и масляные буяны, склады для сала и масла, кожевенные заводы, склады пеньки. Они расположились вдоль берега, задав направление кожевенной линии. Район получил название Чекуши. На острове в русле Малой Невы также разместили склады пеньки и льна, и мастерские по их переработке. Остров был назван Тучков-Буян. Важнейшее значение имело строительство нового адмиралтейства на месте старой галерной верфи в устье Фонтанки и закрытие производства в адмиралтействе. Это позволило убрать рвы вокруг адмиралтейства, построить новое здание и превратить окружающие площади в центральное пространство города. Новое адмиралтейство стало новым градостроительным акцентом – морскими воротами в устье Невы. Оно начало застраиваться в начале XIX века еще по принципам классицизма. Главный вход находится в створе галерной улицы. Он прямо связан с аркой Сената и Синода, развивает классическую композицию. На территории предприятия эта ось продолжается длинной прямой аллеей. Справа от нее разместились эллинги и мастерские. Берег был благоустроен, чтобы публика могла наблюдать торжественный спуск кораблей на воду. Петербургская традиция с петровских времен. Огромные краснокирпичные эллинги с гигантскими арочными проемами создавали новый образ города, отличный от классицизма Росси, Захарова и Монферрана. Арсенал тоже был выведен из теперь уже центра города. Новый комплекс построили напротив, на выборской стороне. Протяженное симметричное главное здание с арками в стиле классицизма обращено на него. Оно рассчитано на восприятие издалека, продолжает традицию создания ансамблей, обращенных на реку. В конце XVIII века инициатива по открытию новых предприятий начинает переходить к частным лицам, хотя им еще нужно высочайшее одобрение. В 1790 году англичанин Ной Козалет открывает первый пивоваренный завод в устье реки Фонтанке, рядом с деревней Каленкиной, бывшей финской кальёвой. По инициативе поляка Осовского в 1798 году основана первая в России механическая бумагопредельная мануфактура. Предприятие размещается в бывшем имении князя Вяземского в селе Александровское на 12-й версте Шлиссельбургского тракта. Юноши из воспитательного дома, здесь расположенного, становятся работниками этого предприятия. Рядом открывается карточная фабрика. Энергичный шотландец Чарльз Берт создает первый в России механический завод, на котором производят паровые машины, строят первый в России пароход, а также отливают чугунные конструкции для зданий и мостов. Предприятие размещается на Галерном острове в устье Фонтанки напротив деревни Калинкиной. По предложению Чарльза Гаскойна и по указу Павла I в 1801 году на собственную дачу Гаскойна на Петерговской дороге переводится из Кронштадта Литейный завод. Здесь начинает развиваться металлургическое производство. Российская бумагопредельная мануфактура, одна из первых машинных фабрик в России, строится по английскому проекту в 1835 году под руководством одного из владельцев, англичанина Александра Вильсона. Это многоэтажное производственное сооружение с металлическим каркасом, который был изготовлен в Манчестере и доставлен в Петербург морским путем. Композиция симметричная в духе позднего классицизма, парадный двор с павильоном обращен на набережную обводного канала. Но большие окна говорят уже о производственном назначении здания. Еще одна бумагопредельная мануфактура, Невская, основана банкиром и промышленником Людвигом Штиглицем в 1833 году на берегу Невы, недалеко от Смольного. Все самое передовое производится в Петербурге. Технические инновации приходят в Россию через столицу. Неудивительно, что российская промышленная революция начинается в Петербурге на 30 лет раньше, чем в целом в России. В Петербурге первые не просто мануфактуры, а настоящие промышленные капиталистические предприятия с фабричным строем производства стали появляться уже в 1830-е годы. Причинами этого были традиционно высокая доля вольнонаемного труда, наличие свободных, в том числе иностранных, капиталов, существование рынка сбыта товаров и уже наработанные традиции производства и инноваций. А с 1860-х годов, когда промышленная революция начинается в России в целом, Петербург становится крупнейшим индустриальным центром. К 1830-м годам в Петербурге уже существовало несколько специализированных районов, включавших производство и жилые слободы рабочих. Новое Адмиралтейство, Чекуши, Выборгская сторона, Охта, Шлиссельбургский тракт. Теперь осуществляются важнейшие городостроительные проекты, предопределяющие будущее развитие города. В 1833-м году для судоходства открывается обводный канал. Как я уже рассказывала, канал, начинавшийся немного южнее Фонтанки, должен был проходить параллельно Фонтанки, служить границей города и на востоке впадать в Лиговский канал. Работы начались в конце 18-го века, шли медленно, и со временем концепция изменилась. Было решено довести канал до Невы, включив на последнем отрезке реку Черную, протекавшую рядом с Александр-Невской лаврой. Это давало возможность прохода грузовых бар, в обход центра города и обеспечивало водой и транспортом обширные, свободные от застройки, земли вдоль канала. Расположенные за границей города территории можно было использовать для размещения промышленных предприятий. Вдобавок, сюда подошли железные дороги. Первая Царскосельская не имела существенного с точки зрения грузоперевозок значения. А вот следующие, Московская в 1851 году и Варшавская в 1862 году уже имели. Наконец, важнейшую роль сыграло строительство нового морского порта. После долгих дискуссий о том, где его строить, не в последнюю очередь под давлением Путилова, новый морской порт строится на Гутуевском острове. Сюда подводится фарватер для прохождения морских судов. Здесь строятся гавани и морской канал. Все это кардинально меняет географию промышленно-жилых районов Санкт-Петербурга. На юге начинает стремительно расти вдоль обводного канала Петергофской, Московской, Шлиссельбургской дорог, Железных дорог, крупнейший промышленный район Петербурга. Другие исторически сложившиеся промышленные районы оказываются в менее выгодном положении из-за дороговизны сообщения с морским портом и железными дорогами. Тем не менее, они сохраняются и развиваются, используя накопленные материальные фонды, водный транспорт и постоянно совершенствуя технологии. Промышленные участки растут на Галерном, Матисовом и Новоадмиралтейском островах, в Чекушах и Грибном порту, на острове Голодай вдоль Смоленки и Малой Невы, на Петербургской стороне вдоль Малой Невы, Ждановке, Карповке, Большой Невке, на Выборгской стороне, у Смольного вдоль Невы, на Охте, на правом берегу вдоль Невы. Промышленные районы, в которых земля стоит дешево, а санитарных ограничений нет, продолжают вытесняться предприятия из центра города. Я уже рассказывала в своей лекции о Берлине, что в городах XIX века чисто промышленных районов не было. Всегда с предприятиями соседствовали жилые дома и кварталы, поэтому правильно говорить о промышленно-жилых районах. Они были трех типов в зависимости от размеров предприятий. Первый тип это так называемые дворовые мастерские. Здесь на стандартном городском владельческом участке малые предприятия и мастерские располагаются в одном из корпусов лицевом или дворовом, в лицевом магазин в первом этаже, в других корпусах жилье самого владельца предприятия и квартира для рабочих. Примером является участок типографии из жилого дома Маркса. Планировка участка такая же, как у обычных жилых домов. Такие предприятия и мастерские занимали кварталы на периферии центра города, но в его черте. В частности, типография Маркса находилась в квартале, расположенном обводного канала между Лермонтовским и Вознесенским проспектом среди таких же кварталов. В этом же квартале на берегу обводного еще в 1820-е годы были построены измайловские провианские склады на территории тогда еще существовавшего учебного плаца Измайловского полка. Еще один пример предприятия в жилом квартале – фабрика La Ferme. Первое табачно-папиросно-сигаретное производство в России и первая сигаретная фабрика в мире. Для нее сначала был использован жилой дом на углу среднего проспекта 9-й линии. Тогда еще производство было ручным. А для механизированной фабрики рядом построили шестиэтажные корпуса с многопролетным каркасом. Лицевые и дворовые корпуса фабрики образуют плотную брендмайерную застройку с внутренними дворами, такую же, как у соседних жилых домов. Второй тип предприятий – это средние и крупные фабрики, которые имели уже отличную от жилых домов типологию и занимали большие участки. Рядом с ними находились группы и кварталы жилых домов для рабочих и часто дома самих владельцев. Старый пивоваренный завод Козалета успешно развивался в новых условиях. Владельцы скупали соседние участки и в итоге возвели целый комплекс цехов и складов, среди которых выделяется мощная монументальная солодовня, напоминающая замок новой эпохи, индустриальной. Частью комплекса являются дом владельца и жилой дом для заводских служащих. В настоящий город в городе превратилась экспедиция заготовления государственных бумаг фабрика Газнак, расположенная неподалеку на набережной Фонтанке. В начале XIX века она еще состояла из небольших производственных корпусов в классическом стиле, завода управления и казармы для рабочих. Теперь фабрика расширяется, скупаются соседние участки и вырастает комплекс больших производственных корпусов, служебных зданий и домов, в которых живут целые династии рабочих. Постепенно к комплексу добавляются церковь, школа, техническая школа и дом для собраний. История российско-американской резиновой мануфактуры треугольник начинается в 1859 году с одного трехэтажного корпуса, построенного на Петерговском проспекте на территории бывшего имения Острогановых. В следующие 50 лет территория площадью 25 гектар застраивается десятками кирпичных корпусов, соединенных переходами и рельсами для тележек. Сооружается даже крытый мост над рекой Таракановкой, впадавший в обводный канал. Рядом с предприятием, в едином комплексе с ним, располагаются группы доходных домов и целый квартал между Лейхтенбергской и Визенбергской улицами. Строятся дома-казармы для рабочих. Местность к югу от обводного канала совершенно преображается. Благодаря строительству морского порта и Путиловского завода. Когда-то здесь начиналось Петерговское шоссе, которое должно было стать, по мысли Петра I, таким же шикарным, как дорога Версаль. Здесь, на берегу Екатеринговки, был загородный дворец Екатерины I с садом. Сад был преобразован в общедоступный Екатеринговский парк, в который так и не удалось затащить Обломово на первомайские гуляния. Теперь все застраивается крупными фабриками, такими, как чернореченская бумагопредельная мануфактура Кёнига. Выразительный образ какой-то средневековой крепости создает живописная композиция из многоэтажного предельного корпуса, складов, водонапорной башни зубчатым завершением и дымовые трубы. Ну и, наконец, южнее строится уже настоящее предприятие гигант Путиловский завод. Инженеры-предприниматели Николай Путилов выкупают в 1868 году у казны разорившийся завод Гаскойна и развивают производство рельс, вагонов, паровозов, пароходов, боеприпасов и орудий. Завод удобно связан с морским портом, а с востока к нему подходит ветка Варшавской железной дороги. При заводе строится церковь, больница, школа, библиотека, театр с парком, дома для служащих. Целые соседние деревни Волынкино и Емельяновка населены рабочими Путиловского завода. Еще одно знаменитое предприятие гигант растет на месте Александровской казенной мануфактуры, о которой я говорила. Мануфактура работала 50 лет, в 1860 году была упразднена, а в 1863 году инженеры Павел Абухов, Николай Путилов и предприниматель Кудрявцев учреждают товарищество Абуховского столиолитейного завода и получают от казны обширные территории бывшей мануфактуры. Многие постройки мануфактуры входят в состав нового производства. Определьный корпус в классическом стиле, воспитательный дом и церковь. Они дополняются новыми крупномасштабными мастерскими по производству станков и орудий, электростанцией и даже собственной пристанью. На территории завода строятся дома для рабочих и служащих, амбулатория, больница. К концу XIX века это уже огромный комплекс, доминирующий на берегу Невы. Окружающие улицы застраиваются деревянными домами, в которых квартиры и комнаты снимают рабочие Абуховского завода и других предприятий этого района. Деревянные дома постепенно уступают место кирпичным многоэтажным. Абуховцы являются самыми высокооплачиваемыми рабочими. Они могут содержать неработающих жен и снимать квартиры из двух-трех комнат. Завод предоставляет им медицинскую помощь, школу для детей, бани, магазин. На других заводах заработки меньше, рабочие вынуждены жить в одной комнате с общей кухней и туалетом во дворе. Существует музей Невской заставы, сохраненный домик начала XX века. Там представлена комната, которую холостой рабочий снимает у семьи из трех человек. Те живут в соседней такой же. Но все-таки это нормальный жилой дом с топлением, мебелью, условия скромные, но человеческие. По берегам Невы вниз по течению вплоть до Александра Невской Лавры и далее на Выборгской стороне по берегам Большой Невки строятся новые крупномасштабные краснокирпичные фабрики и другие промышленные сооружения. В устье обводного канала прямо напротив Александра Невской Лавры с ее барочной и классицистической архитектурой возводится элеватор акционерного общества товарных складов новаторское железобетонное сооружение. У его подножия весь берег Невы перед Лаврой и далее занимают десятки, если не сотни кирпичных хлебных амбаров. Здесь у Калашниковской набережной разгружаются баржи с зерном идущие из хлебных областей России. Краснокирпичные громады новых зданий Невской бумагопредельной мануфактуры в сочетании с ажурными металлическими фермами Большоовцинского моста и силуэтом Смольного собора образуют неповторимую истинно петербургскую композицию. В ансамбле фабрики Невка товарищества Невской ниточной мануфактуры сочетаются разновысокие корпуса, башни с шатровым завершением и дымовые трубы. Ансамбли промышленных предприятий создают новый облик и образ индустриального Петербурга, задают крупный масштаб динамично растущего современного города конца XIX века. На сегодня это все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь трансляциями, смотрите другие ролики на канале. До свидания. Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А. Корректор А.